Вчера, 14 августа, из всех радиоприемников в эфир вышли разработчики студии Bungie, чтобы рассказать игрокам о том, что же такое броня 2.0, как будут работать теперь моды, откуда их брать и как распределять по наборам брони. Ну а мы с командой Triple Vipe выбрали для вас самое важное и интересное, так что устраивайся поудобнее. Сейчас я, Джонни Лейне, тебе всё расскажу. Солнцестояние в самом разгаре. Кто-то полностью прокачал лишь один сет, кто-то уже давно рассекает на Спэрроу за три набора брони. А у некоторых всё ещё вопрос, почему эта броня столь желанна? Всё просто. Эти сеты станут ключом к изменённой системе брони. После выхода Обители Теней вам нужно будет подойти к оружейнику Банши и получить комплект брони с новыми опциями кастомизации. Прежде чем начну, отвечу на горячий вопрос. Изменения касаются игроков на любой версии игры. Неважно, что у вас есть из дополнений, а чего нет, этот патч на базовую версию Новый Свет. Теперь поехали. Как мы можем заметить, в меню персонажа кое-что изменилось. Теперь за спиной у нас припаркован Спэрроу, а над плечом маячит призрак. Всё своё ношу с собой, так сказать. Слева под ячейкой призрака расположился артефакт, но подробностей о нём никаких ждать пока не приходится, до выхода самого дополнения. Кап блеска подняли аж до 250 тысяч, а уровень силы отображается примерно как в первой части с жёлтым цветом. Ну и конечно в глаза бросаются статы. Подвижность, стойкость, восстановление, интеллект, дисциплина, сила. Последние три легко угадываются игроками из первой части, ведь эти характеристики прямиком из оригинальной игры. Там, как теперь и в сиквеле, они отвечают за скорость отката вашего супера, гранаты или заряженной рукопашной атаки соответственно. У самой брони будет три слота для настройки. Один слот – настройка характеристики модов, второй слот – шейдер и третий слот – орнаментация. У кастомизации брони будет также три ячейки для модификаторов, и на самом деле разделяются они примерно так же, как и сейчас. Первый отвечает за моды, влияющие на общие статы персонажа, которые я перечислил выше, а остальные будут относиться к конкретным видам оружия и способностям. И кстати да, модификаторы будут разблокироваться на весь аккаунт, как только вы получите хотя бы один экземпляр. То есть разбор, замена мода не уничтожает предыдущий, работает это по тому же принципу, что и на смене орнаментов сейчас. Для вставки модификаторов в ячейки нужно будет расходовать энергию брони, всего у вас будет 10 единиц для распределения. Чтобы получить энергию, нужно будет вкачивать броню до версии Абсолют. Помимо получения дополнительной энергии, Абсолют будет прокачивать характеристики шмотки, в зависимости от ценности модификатора расходуемая энергия будет отличаться. То есть, перк с захватом цели на снайперку потребует 4 единицы силы, а улучшенный перк, энхейст, будет стоить уже 6 единиц. Откуда брать новые модификаторы? В первую очередь у любимого оружейника Банши 44, у него же из наградных энграм за сдачу металлолома из оружейных материалов, и с рандомного дропа энграм, включая те, что падают с мобов, и те, что будут наградными за выполнение ежедневных и еженедельных испытаний. А теперь ложка дегтя. Если внимательно присмотреться на 3 билда, что демонстрировали разработчики на 3 шлемах разных стихий, модификаторы к разным типам оружия. То есть, очень похоже, что собирать бонусы на вашу любимую связку оружия, скажем, револьвер, дробовик или импульсовочка и фьюжнка, на одной конкретной части брони не получится. У огненного нагрудника на охотника бонусы к таким же типам оружия, что и у огненного шлема варлока. Вот, пистолеты, пулеметы, например. Посмотрим, как выйдет все в итоге, но на реддите игроки уже кричат разработчикам о том, что это ужасное решение, перечеркивает все их сладкие тезисы о том, что настройка персонажа теперь гибка, как никогда. Надеюсь, что все же с этим вопрос будет решен, а то это максимально странно. Теперь еще несколько моментов о броне 2.0, с которыми ошиблись многие стражи и авторы. Что и как преобразуется в новый формат и как достается из коллекции. Экзотическая броня будет переделана под 2.0. Для получения первых экземпляров будет достаточно взять необходимую шмотку из коллекции, и у нее будет фиксированный ролл. Но, как выразились разработчики, по статам она будет так себе. Легендарные шмотки, продаваемые напрямую у вендоров, тоже станут 2.0, но будут иметь фиксированные статы, и они тоже будут не с лучшим набором характеристик. И абсолютно вся легендарная броня будет переделана под 2.0. Для получения вещей с эскалационного протокола, города грез, рейдов и так далее, нужно перепроходить соответствующие активности. Если вы можете заново получить какой-то кусок легендарной брони, то она после релиза Обители Теней будет 2.0. Комплекты брони Авангарда и Горнила первого года можно будет забрать у Завалы и Шакса. Они будут оптимизированы под систему 2.0 и включать орнаментацию. А вот ща будет больно. Броня Испытаний 9 и Гонки Фракций не будет обновлена. Ее нельзя забрать из коллекции и превратить в 2.0. Те же моды, что у вас на руках сейчас, будут работать только с нынешней броней. В броню версии 2.0 их нельзя вставить, но можно распылить на материалы и на них приобрести новые. Показали и долгожданный слот с орнаментацией. Теперь в броне будет специальный слот, где вы можете применять орнамент с разных сетов ассортимента Эверис. Будут ли какие-то ограничения на выбранных сетах? Не уточнили. Обратили лишь внимание на то, что у экзотической брони орнаментации не будет. Кроме разговоров о броне, разработчики заикнулись о том, что нижняя ветка пустотного охотника будет переделана. И показали, что купол Титана вновь будет давать баф Weapons of Light на увеличение урона. Как в первой части. Ура! Такие вот новости, Страж. На мой взгляд, изменения предельно важные. И я бы сказал, что все круто. Но вот только все сейчас выбить заново придется. Ну и все же странная привязка по стихии. Это максимально чудной ход. Я хочу иметь возможность использовать револьверы и дробовики на одном и том же фрагменте брони, при наличии соответствующих модов. Но сейчас это выглядит невозможным, поскольку моды для револьверов есть только на пустотной броне, а моды для дробовиков только на электрической. Пишут на реддите. И я согласен. Так что надеюсь, что студия обратит на это внимание. И все же не будет идти в разрез своей же новой философии. Люк в недавней статье писал, что ему нравится, когда игроки находят нестандартные способы прохождения сложных челленджей и используют непривычные наборы оружия и снаряжения. Так позвольте нам это делать. Позвольте подбирать это самостоятельно, а не лочьте бонусы под разные стихии, загоняя билды игроков в рамки. Ставьте лайк под видео и не забудьте подписаться на канал. Услышимся с тобой в следующих видосах. Уж постарайся их не пропустить. Счастливо!